Как видите, я не выспался. Я сейчас еду в больницу. Вот Катька дома спит, я ей завидую, поэтому сегодняшний влог будет в больничный снова. Привет, улички. Сейчас утро. Так, сейчас 9 часов, 10, 10 часов. Я гуляю с собакуликом. Мы гуляем, Димка поехал в больницу. Я сейчас быстренько возьму дедушку подмышку. Мы поедем, я его отвезу в детский сад и потом поеду к Димке. Вот, так что думаю, что встретимся мы с вами попозже, когда я буду в пути. Я уже бегу к Димке в больницу, отвела дедушку. Мы ему сегодня шарф купили, потому что он замерз, сказал, чтобы я ему выбрала шарф. В общем, мы купили шарф, дедушка теперь приодетый. Вот, еще он купил лотерею, одну нам на двоих сказал, что если мы что-то выиграем, то поделимся. Ну посмотрим, как мы поделимся с дедушкой. В общем, я сейчас прохожу мимо моря, тут так красиво, я сейчас вам покажу. Красотища! Крутяк! Все, я дошла до Димки. Я уже дошла, мы уже вышли с больницы. И опять возвращаемся. В общем, у нас такие трапы. С этой страховой просто жесть. В общем, мы еще позавчера вечером написали в страховую, что у нас проблема опять. Они бы обещали, что на следующее утро, то есть вчера, они должны были найти нам клинику. Они нашли клинику, но они сказали, что нужно туда пойти вечером. Мы пришли туда вечером, приедем, а пошел. И вечером оказалось, что эта клиника очень дорогая. Страховая отказалась платить. В общем, Дима там просидел три часа, голодный-холодный. В общем, приехал он домой, ему позвонила девочка в страховой. Говорит, пожалуйста, извините нас, извините. Завтра вы поедете опять в эту клинику, и вам сделают с утра сразу же операцию, мы все подтвердим. Дима поехал сегодня утром, и я уже приехала к нему, и до сих пор нет ответа. Уже туда звонила моя мама с Киева. Я уже писала им 150 раз, они мне уже ответили, чтобы я успокоилась. Дима уже им названивал, писал, разговаривал с ними. Им вообще по барабану, вот со всем людям по барабану. В общем, мы сейчас, наконец-то, они дали нам ответ, что они через 10 минут подтвердят. Я очень надеюсь, что они действительно подтвердят, они просто сказали так. Я очень надеюсь, что Дима уже сделает эту маленькую операцию, которая реально занимает 10 минут. Но с ней столько, блин, проблем. В общем, все. Мой монолог закончился. До встречи после операции. Вот, Дима снова готовится к операции. Вон его халатик. А я снова его спутник. Миленькая рубашечка. Мудошка. Что там? Мишечки. Круто. Модняшка. Программа «Модный приговор». Молодой человек, у вас не подходит голубая кофта к зеленым бахилам. Извините, вы не выиграете сегодня операцию. Все, молодой человек, вы готовы? Шапочку я не буду надевать, я шапочки не люблю. Те не идут. Да, мне не идут. Я готов делать операцию. Супер. Где мой пациент? Ты и есть пациент. Все. Все, катетер в руке. Мы такие опытные, мы уже знаем, что сейчас будет. У нас уже была операция, поэтому мы все знаем. Я, как верный пес, сижу со всеми вещами. Вот. И вот. И вот я. Что? Мне сказали, мне нужно подождать минут 15-20, и потом спросить, где его палата, и я смогу прийти к нему, и два часа нам нужно будет тусоваться в больнице. Не люблю это время. Наверное, возьму себе копию с молоком. Кафе «Коннечи». Ой, я не то нажала. Черт. Ладно, буду пить то, что есть. Ты каким-то взялась, я не тот кофе, который хотела. Приходится пить. Он еще и сахарный, он еще и невкусный. Шесть. Меня запустили в специальную комнату, где я сейчас жду Диму. Мы будем здесь с ним тусоваться до 5 часов. Сейчас полвторого. Его даже покормят. Так что, все, я сижу, жду. Вот, эта комната пока что пустая. И сейчас тут зайдет мой принц. И вот такой вот вид с окна. Очень неплохой. Круто. Привезли мне моего рыцаря. Рыцарь, как ты? Отлично, но я ничего не помню. Я спал. Да ты было. Я спал. Да ты ходил. Мне ничего не сказали. Я даже не знал, что меня усыпят. Ты спал. И у меня было час. Сейчас уже, вон, без десяти два. Ты пропадал час. Здесь такой классный вид. Да, здесь очень крутой вид. Теперь будем отходить. Димка, ты знаешь, что тебя покормят в три часа? Тебя покормят только в три часа. Сейчас сколько? Сейчас два. О, так отлично. Тут даже телек есть, видели? Да. Да, и кондиционер, который я включила, потому что тут было очень жарко. Ой, удобно дела, да? Да, я могу там спать. Субтитры сделал DimaTorzok В общем, вчера с нами такое чудо произошло. Мы вообще были в шоке. В общем, вчера. Дима в больнице, я дома, мы переживаем. И тут заходим на почту, у нас там 150 сообщений, что к нам подписываются люди. Мы такие, что? И вообще не поняли прикола. Мы начали проверять, что случилось, как-то, почему. Вот, а потом мы все-таки нашли, оказалось, что кое-кто очень хороший подарил нам рекламу к Новому году. Вот, и немножко помог нам в развитии нашего канала. И как только Дима выздоровеет, выздоровеет. Выздоровеет. В общем, выпадет. Когда это случится, мы будем снимать крутые видосы. Будем очень стараться. Всем спасибо, кто с нами. И продолжаем наш выпуск про больницы. Здесь, наверное, такая дорогая больница, потому что здесь очень офигенный вид с окна. Катю, уже снимала? Я снимала? Я снимала. А еще я не ел уже 15 часов. Я жду, пока мне принесут поесть. Они обещали накормить меня в 3 часа. Сейчас пол третьего. Я жду с нетерпением. Катя тоже, она хочет забрать мою еду. Короче, Дина принесли ее набор победителя. Вот это еда, ребята. Сказали, покормят. Я так понял, что у нас еще что-то еще... Дима, наверное, они тебя посадили на диету. Подумали, что ты жирный сильно. Что тебе не за много есть. Йоуртик несчастный. Наверное, даже обезжиренный. А я еще хотела у тебя украсть немного. Что тут красть? Вообще нечего. У меня только что перевернулось. Вообще мировоззрение. Прикиньте, медсестра пришла. С такой штучкой приложила ее Диме вот сюда. Такая хоп. Посмотрела температуру тела. Класс! Не надо 5 минут сидеть с градусником. Круто же! Дима меня только что поправила. Она не сюда приложила, а в ухо засунула. Круто! Но не подмышку, а в ухо. 3 секунды и готово. И вторая часть подоспела. Дима со спиной такой. Что тебе дали? Несквик с молочком. А это что такое? Сахар. Сахар, да. А как будет насек открывать? Я правильно говорю? И там должен быть такой пуптик. Да-да-да, ты правильно делаешь. Сейчас я буду играться с Димой. Так, а ну что будет, если нажать на эту кнопку? Что с тобой? Со мной. Это я тебя опускаю? Да. Пока. Не, еще чуть-чуть. А что это такое? Это какая кнопка? Это что? Нажимай. Это я ниже становлюсь. А, я поняла. А вот это? А это что? Опускается вот эта штука. Подушка? Да. А чем отличается вот эта от этой? Это можно тебя вообще на пол опустеть. Ты же зажми их держи. Не хочу. Я вообще боюсь поломать. Вообще отодвинь стол. Я тебя поднимаю обратно. Женщина, отстань от меня. Отстаньте от больного пациента. Сейчас позвоним с сестрой. Извините. Все, пока. Поставь меня назад. Пока. Пока. Они сказали, что нужно подождать пока. Вот эта бутылочка в меня не вытечет. Мы разрешили идти домой. Мы будем идти домой. Они не совсем домой. Нам нужно еще дедушку забрать. Еще мы хотим к вами зайти покушать. Потому что мы очень голодные. Дима не наелся вот этим набором. Иркулис. Кота готов? Да. Нас уже выгоняют. Все? Да. Хватит? Да. Расслабляться. Нет, мы с этим рубашку оставим. Мне нам нравится. Она прикольно. Новая пижама. Класс. Вообще нас не выгоняют. Он сказал, что мы можем оставаться где сколько хотим. Пока я не буду чувствовать себя прекрасно. Но нас кормить не будут. Поэтому мы все равно скоро уйдем. Я себя чувствовал прекрасно сразу же после операции. Вот поэтому нам нужно было подождать, пока докопают капельницы. Ага. Все. Поэтому я свободен. Но завтра мне нужно прийти на перевязку. И Катя тоже. Потому что Катя должна смотреть, как правильно меня перевязывать. Я буду медсестрой. Она знает, как она будет завтра всем раскладывать, как это нужно делать. Все. Мы доехали домой. Да. Можемы здоровы. Дима, ты в порядке? Да. Рана болит? Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть. А потому что она свежая. Расковыряли. В общем, все. Мы монтируем блог. Да, смотрите. Очень прикольный блог. Ну, в принципе, если вы смотрите это видео, значит, вы посмотрели уже. Саем. Вот, а еще, ребята, извините за то, что мы выставляем видео очень нестабильно. То утром, то днем, то вечером. То через день. У нас очень плохой интернет. Ну, очень. У нас одно видео грузится 2 часа. Да. А еще пока оно зарендерится. В общем, у нас на видео уходит часа 4, чтобы оно загрузилось полностью. Да, нужно читать, читать. Да. Так что извиняйте. Мы когда вернемся домой, мы будем в другую реструк. Всем пока. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok